Усап! Усап, everybody! С вами Скаморник и сегодня про что же мы будем говорить? Про бег по утрам. Я как человек с опытом бега по утрам я на протяжении года, то есть я начал бегать получается 2021 год где-то в январе, больше года, то есть больше двух года я уже бегаю по утрам и сейчас я немножечко затрону свою историю бега, как я бегал и потом я расскажу вообще насколько это полезно, для чего это полезно, что это мне дало и как я смотрю на свой пройденный путь и в общем такие ошибки я мог совершить, какие наоборот правильные вещи я сделал и расскажу вам как правильно бегать по утрам и стоит ли вообще вам это делать. Начинал я полтора года назад и начинал я с того чтобы просто бегать, потому что я решил, ну все ребята классные бегают, значит я должен бегать. То есть два раза в неделю, вторник-четверг я бегал по полчаса на таком обычном тэпе, иногда там ускорялся, ну то есть это было такое чисто просто для ачивки такого, что я теперь бегаю как нормальный человек, я буду бегать по утрам. Не знаю зачем, то есть без особой мотивации это было. Я во-первых расскажу, что я начинал бегать с друзьями, я иду сначала один мой друг, потом два моих друга мы начали бегать и потом, то есть мы на протяжении того как мы бегали по утрам мы меняли принцип наших тренировок, частоту наших тренировок и так далее. После где-то полугода бега в таком темпе, где-то два раза в неделю мы решили увеличивать количество бега, потому что ну типа, ну а что, два раза в неделю как-то не гоже. Когда мы вошли в жесткий раш режим, мы начали бегать по моему день через день по полчаса и это было жестко, это было реально мощно. По полчаса и это были полчаса не просто такого легкого бега, как девочки в тренажере такие. Нет, это было нормальное ебашилово, где ты херачишь другом на опережение, кто будет быстрее, тот пойдет быстрее в душ. У нас такое было правило, мы бегали и поскольку мы живем в общаге, жили, я уже только что закончил ее, жили в общаге, а душ у нас один в комнате. Получается, кто впервые прибежит, тот и пойдет в душ. А сидеть потной тварью и ждать пять минут, когда подмоется твой друг, ну это такое сомнительное удовольствие, честно говоря, поэтому была реально жесткая мотивация пробежать быстрее друга. И то есть вот эти полчаса это было прямо жестко, реально очень мощно. Два раза, не блять, день через день, то есть каждый второй день мы бегали, после чего мы решили изменить вид наших тренировок. Мы решили бегать не 30 минут день через день, а по 10 минут, но каждый день. Это был такой переломный момент, после которого ты не можешь вернуться назад. То есть, если ты бегал два, допустим, два раза в неделю, то у тебя все в порядке, ты бегаешь два раза в неделю, все нормально. Если ты начинешь бегать после этого день через день, то возвращаться на два раза в неделю, ты чувствуешь себя каким-то олухом. Типа, чё, блядь, сделал шаг назад? И если ты дальше переходишь на бег ежедневный, то, ну, ты уже не можешь меньше бегать. Ты просто себя, как бы, ну, ты не можешь себе это позволить. Вот. Когда мы бегали, важно, мы бегали по утрам, до 7 утра это всё было. Понятно, если там что-то произошло, и ты лёг спать в 2 часа ночи, то, ну, ты не пойдёшь бегать в 7 утра, ты пойдёшь бегать чуть позже. Ну, опять-таки, это каждый контролировал самостоятельно, а вообще, обычно, если мы на неделе делаем это в общаге, то мы вставали там в 6 утра и херачили бег. Вот, 10-минутный бег был очень лёгким. После того, как ты полчаса хуяришь реально жёсткого бега, 10 минут пробежаться кажется для тебя просто ничем. Просто ничем. Это настолько ничего, что, ну, блядь, как будто зубы почистить, реально, это очень просто было. Но, по мере того, как мы больше и больше бегали, даже 10 минут стали достаточно такими, ну, неплохим так, забиванием, когда ты бегаешь каждый день, оно тебя так немножечко подзбивает. Но мы, как бы, опять-таки, не отдавали себя чуть ли, для чего мы это делаем. Понятно, что мы занимались спортом, занимались в зале, и в целом бег это тоже нужно. Но тогда мы не понимали, насколько он нам нужен. А на самом деле мы делали абсолютно правильно, как сейчас я это понимаю. Из-за того, что мы бегали, я вам сейчас расскажу принцип просто. Ты, когда качаешься, ты увеличиваешь свою мускулатуру и просто общую массу тела, но не тренируешь сердце. Когда до этого твое сердце качало, там, 60 килограмм твоего веса, а потом ты раздулся до 70, ну, сердце становится очень тяжело это перекачивать. И либо начинаются проблемы с кровоснабжением, либо начинаются проблемы с сердцем, потому что, ну, реально, нагрузка нехуевая. А когда ты бегаешь, ты тренируешь сердце, ведь бег – это тренировка в большей части для сердца, ну, и для ног, конечно же. И поэтому, когда ты набираешь потом массу мышечную твоему сердцу, гораздо уже проще адаптироваться к новым условиям работы. Ну и вот так мы бегали еще, наверное, 2-3 месяца, после чего вот буквально месяц назад, блядь, кого пишу, полмесяца назад я перешел на новый вид тренировок. Он выглядит так, что 2 дня ты бегаешь 20 минут, то есть произошло увеличение количества времени. 20 минут, ну, обычно такое бега, да. И на третий день ты делаешь спринты. Что такое спринты? Это 5 минут ты бегаешь в разминку, ты просто бежишь в спокойном темпе, чтобы просто разогнать сердце, разогнать кровь и сказать ногам, что сейчас будет пиздец. А дальше ты последующие 15 минут бегаешь так. Минуту ебашишь жестко! Минуту ходишь просто спокойно. Минуту жестко! Минуту спокойно. Жестко ебашишь спокойно! И так 15 минут. Того у тебя получается 7, блядь, с половиной. Ну, короче, получается 7-8 светов жесткого бега. И тем самым ты тренируешь свою, в общем-то, взрывную силу, свою жесткую выносливость. Именно на быстрые спринты. А вот в эти остальные 2 дня ты обычную свою выносливость тренируешь на большие расстояния. И в принципе, у каждого мотив может быть свой для бега. Во-первых, я вам скажу, очень важно найти мотив для бега. Просто так бегать это как бы прикольно, но по идее, ну, когда у тебя нет мотивации и как бы мотива, для чего ты это делаешь, то ты получаешь с этого меньше кайфа. Если же у тебя есть жесткая мотивация, там, не знаю, пройти какой-то норматив, или ты опять-таки набираешь мышечную массу, и тебе нужно это просто для того, чтобы твое сердце нахуй не остановилось. Или еще какие-то, не знаю, причины. Просто ты хочешь быть как Игорь Рыбаков, допустим, который бегает по утрам. Хотя я не знаю, бегает ли Игорь Рыбаков по утрам, но условно. То есть желательно иметь мотив. Не бегайте просто так бегайте за какой-то своей целью. Хорошо? Это мы уяснили. И в связи с этим вы уже подгоняете свои какие-то потребности. Если вы хотите разогнать сердце, то вы просто можете монотонно бегать. Если вы хотите улучшить свои показатели именно скоростные, там, выносливость и взрывную силу, это как раз таки тренировка, которую я вам рассказал, где вы делаете жесткие старты и, как это называется, спринты. Вот. То есть у каждого свое. Просто найдите мотив. Это очень важно. Если у вас будет мотив, вам будет гораздо проще начать бегать и, в принципе, бегать в кайф. Когда лучше бегать? Бегать лучше всего утром. Почему? Потому что, во-первых, это вам дает сразу максимальный буст пробудиться. Второе. Вы уже чувствуете, что, ну, бля, я сделал что-то полезное. И весь день у вас проходит совершенно по-другому. Если вы побегали утром, то вы уже весь день проводите с мыслью, что, бля, я утром побегал, я уже, блядь, впереди планеты всей. Ну вот. А и третий плюс, потому что утром прохладно и, хотя не знаю, где вы живете. Допустим, если я говорю про свой город, если я буду бегать днем в час дня, то просто через три минуты бега я уже буду весь мокрый, потнючий и, ну, это уже очень мощная нагрузка, да. То есть можно иногда себе устраивать такую тему, но просто это даже не в кайф. Честно, гораздо приятнее бегать в свежий воздух, когда еще солнце не встало или когда оно только-только встает. В принципе, это вся моя история. Бега и сейчас в такой высокой колокольне я вам скажу плюсы и минусы бега. Во-первых, это да, хорошо. Это да, хорошо. Первое для вашего здоровья. Ну, конечно же, это хорошо для вашего здоровья. А второе, почему это хорошо? И я считаю, что это даже в какой-то мере важнее, чем первое для здоровья. Это важно для вашей дисциплины. Так вы закаливаете ее, вы показываете ей, что, во-первых, вы можете. Вы можете что-то делать. Вы можете себя контролировать и заставлять себя вставать каждое утро бегать. И действительно, это очень важно для дисциплины. Именно показывая бегу своему, в общем-то, своему организму, если вы показываете, что вот, я могу бегать каждый день, и значит, что я дисциплинирую человек. Значит, и в других областях жизни вы сможете настроить вот эту вот нить дисциплины и делать что-то регулярно. Понимаете, про что я говорю? Именно дисциплина – это самые важные беги по утрам. Ну и, конечно, третий такой пунктик, тоже очень важный для многих – это респект самому себе. То есть, ты утром побегал, как я и говорил, ты утром побегал, а дальше весь день ты понимаешь, что ебать, да я день не зря прожил, я уже утром пробегал, я уже, блядь, очень крутой, я уже круче, чем 90%, да кого 90%, блядь, 97% населения Земли. В принципе, на этом все. Советую всем бегать по утрам. Если будут какие-то вопросы по бегу или просто по спорту, да, блядь, какого по спорту, просто по жизни. Будут вопросы, пиши в комментарии, брат, я обязательно отвечу, и, возможно, если это будет действительно интересный вопрос, я и видео сниму про эту тему. На этом все, с вами был Скомарник. Бау-бау! Всем хорошей пробежки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok